И ночью и днём борются со стихией и в Октябрьском муниципальном округе. Из-за разлива реки Раздольная эвакуировали уже свыше 160 человек. Большую часть людей разместили в ПВР в Покровке, обеспечили питанием и питьевой водой. Их жизнь вне опасности. Началось развертывание ещё одного пункта временного размещения. С ночи в округе работает и губернатор Приморья Олег Кожемяка. Глава региона собрал оперштаб по ситуации в муниципалитете. Первая очередная задача – эвакуировать и спасти тех, кто находится в опасности. Обеспечить их всем необходимым. На проходимой технике спасатели вывезли людей из Синельникова-1 и Старореченского. Ночью пробивались к селу Константиновка. Туда направили амфибию. Проезд в этот населённый пункт затруднил сошедший Сопок-Сель. На лодке спасатели смогли добраться до жителей Константиновки к утру субботы. К 11 утра стало известно, что эвакуировали порядка 30 человек. На возвышенностях они дожидаются транспорта, который доставит их в пункт временного размещения в Покровке. В ночь на субботу большая вода пришла и в окружной центр. Улицы пока больше похожи на реки. Передвигаться по ним небезопасно. В окружном центре подтопило психоневрологический диспансер и больницу. Однако угрозы жизни людей нет. В больнице тоже размещают эвакуированных. Зоя Ивановна, расскажите, что у вас здесь происходит? Люди все на местах? Проживающие все на местах. На сегодня у меня 553 человека. Из сотрудников из 50 человек, у меня 18 человек на работе. И вот 5 человек администрации пришли на работу, ночевали здесь сегодня в ночь. Глава региона поговорил с пациентами и размещенными в больнице жителями округа, которые оказались здесь из-за паводка. Анна, жительница Покровки, вспоминает, вода пребывала стремительно. Больше всего девушка переживала за маленькую дочку Киру. Я в 112 позвонила, у нас воды где-то, наверное, вот так вот было. Примерно. Дом, баня, все. И не стала рисковать, позвонила. Дом затопило. Дом затопило, да? Да. Спасатели приехали. А ты с Кузнечной или с Ленина? С Ленина. Ленина, я же с Кузнечной. Ленина, 14. Ну, пока поживите, пока вода не спадет, посмотрим, может быть, на сутки что-то произойдет. Так, здесь все нормально. Ну, кое-куда или покушать тоже дадим. Да, конечно. Ситуация в Октябрьском округе пока сложная. Вода не уходит с территории, местами прибывают. Специалисты продолжают работу по всем направлениям. Глава региона отправился в другие пострадавшие от воды районы.